Всем привет, друзья! Сегодня мы приехали на московский гран-при по дрифту. Будем ходить, снимать, фотографировать. Ну и дальше смонтируем ролик небольшой. Покажем, что где и как. Так что не переключайтесь. Всем в отличном настроении. И нам тоже. Мероприятие проходит в центре технических видов спорта в Москве. Погода сегодня шикарная, солнышкая. Играет музыка, легкий ветерок. Короче, все будет круто. Здесь находится боксер участников. Все готовятся, может кто-то кого-то узнает. Мы на территорию на Хамур не заходили. Ну и не знаю, можно ли туда попасть. Если будет, можно туда попасть. Зайдем, поснимаем. Камера немного трясется, но ничего страшного. Потом начнутся заезды. По-моему, снимать заезды. Со мной, как всегда, мой верный помощник. Он тоже сегодня снимает для своего ютуба и для своего инстаграма. Ссылки будут в описании. Если что, подписывайтесь. Маркуша, помаши ребятам привет. Привет, скажи. Ну посмотри в камеру. Что, классно? Тебе все нравится? Что ты там смотришь? Фотографии? Вот так вот выглядит сама площадка. Здесь трибуны. Там мероприятие какое-то движное. Выставка. Типа тачки и все дела. Подготовка на уровне. Кольцо небольшое. Здесь вот трибуна. Сейчас мы будем подниматься. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Дальше. Дальше. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Владиславу 27 лет, он представляет Ставропольский край, и действительно здесь нужно отметить очень широкую географию участников. Конечно же, это не только пилоты из московского региона, но и из самых разных уголков нашей необъятной, любимой Родины. И вот как раз после пилотов, представляющих Москву и одного ручка из Санкт-Петербурга, теперь у нас из Ставропольский край на партии гран-при Москвы. По дрифту уже представлен после этой попытки, сейчас мы смотрим вместе с людьми на повтор, и буквально уже через несколько мгновений узнаем, сколько Владислав Ерофеев за рулем своей «Тойоты» и оказал первый попытный собрал на целом на эклубусе, и весьма недурно. Очень приятно видеть, уже много зрителей на трех руках, уже много публики. Добрались до московских печатников, до центра технических видов спорта Москва. Растет сейчас также по нашим данным и аудитория на YouTube-канале и во ВКонтакте ДСЦО. Дорогие друзья, всем отличного настроения, все только начинается, только первые квалификационные попытки у нас сейчас позади, но вообще они продлятся ориентировочно до 14.30, то есть первая половина дня будет посвящена именно квалификационным попыткам, а во второй... Москва, и участвует он с Эдюками, был у него уже прогревчик. Ой, давайте посмотрим, на первую оплетку, неблагая постановка без флипа, есть первая внешняя авиация, собираем вторую, здесь посмотрим, больше нужно правило здесь отработать, но особо без везда, и недостаточно стабильно, нет особо, у него большой запас по мощности автомобиля. Так, давайте посмотрим. Ой-ой-ой, ошибка серьезная, практически полуразворот, такой потерянная скорость, потерян темп и потерян, соответственно, угол, так что эту попытку можно вычеркивать, и Константина, конечно же. Да, сто процентов, это ноль, вот сегодняшнего дня, первый ноль, первый ноль, да. Да, он не продолжает, и, естественно, смысла, в общем-то, не было. Первый ноль сегодняшнего дня на ваших экранах уже произошел, но, судя по всему, вот не попало давление, где запускали бусы, может быть, такой вообще... Это на самом деле возможно. Да, от выбора давления зависит очень многое, конечно. Тяжело, хочу сказать, да, по-моему, сейчас у нас как раз-таки прогревчик Алекс Суева. Не прогрев, я посмотрел, что его. Очень стабильный парень, один раз за подка кодом, это, как я, в 2006. Он сейчас субили коллективом, который находится в территории, ааа, в результате стоил, чтобы сказать, потому что небольшая мощность, но при этом все, вот, как мы сутки. Мощность, кто-то, 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 что-то, что-то ходит, он идеально совместимый со всем, что здесь происходит. Он рассмотрит, пока сроки весьма неплохо, пока имели каких-то таких серьезных ошибок не было, и забирал их все. Ну, а есть первая, опять же, не сильно глубоко попадает, и вот, про что я и говорил. Если первую зону участник заезжает не глубоко, то потом ему тоже становится как раз-таки добраться. До второй, нижней зоны. Ещё ставим, снимаем тоже в наличии. Вот, кстати, ты и отмечаешь на знакомстве с локацией, но при этом-то трасса, да, её конфигураю. Уверенно, с эффектом заноса. Здесь перекладка, очень важный момент. Отлично. Вовремя открылся, просто великолепно. Окей, смотрим. Главное, чтобы не было заезда. Нет, просто всё, отлично. Я думаю, что Аркадий здесь тоже со своей стороны поставил максимальную оценку за стиль. Нет вопросов, опять же, по углу, как будто, без каких-то либо там серьезных помарок. И, ну, всё неплохо. Тёп! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Почти без колхоза только пневма Салончик вот там нормальный такой Блин отсвечи вот тачка намыта, наполирована Классно, супер Вот такой вот красивый москвичок и не менее шикарная троечка. Машинка очень симпатичная. Суперотличная машинка. Видно, видно, наш юный фотограф ходит, снимает контентик для своего инстаграма и ютуба. Здесь вот так вот все, тачки разные, тюнинги стоят. Вот и подошел к концу наш сегодняшний замечательный день. Было весело, погуляли, посмотрели, посмотрели дрифт, посмотрели проекты крутых тачек. Ну, а дальше что будет, будем еще снимать. Так что как-то так, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok